Здравствуйте! В Бельгии маленький праздник. Накануне Дня Святого Валентина открылись парикмахерские. Но в остальном все жестко. Бары и рестораны закрыты, ходить в гости к родным и друзьям нельзя. Вне дома-то обязаны носить маску, иначе штраф в 250 евро. Разве что дети в школу ходят, как обычно. Правда, в масках. Локдаун ввели 2 ноября, и конца края ему не видно. Зато число заболевших ковидом уменьшилось 20 до 2000 в сутки. Почти в 10 раз. В Эстонии сейчас заболевают 700 человек в день, но в Бельгии население в 9 раз больше. Заболеваемость ковидом в Эстонии в 3 раза выше и продолжает ухудшаться. Наши показатели в 4 раза хуже немецких, в 2 итальянских, в полтора французских. Хорошо хоть смертность пока не слишком высока. Вопрос всегда один и тот же. Что делать? Мисе арвать, как урекся, что пиирангут еще немного кормят? Вой? Айтавь? Вой, как урекся, что люди, которые пиирангуты, не могут быть в порядке? На моем мнении, что пиирангуты, как урекся. Вой, как урекся, немного левенда? Нет, левенда, а саммоди. Я думаю, что это достаточно, и ограничения не надо вводить. Мы переболеем, мы будем иммунитет, и будем жить как прежде. Я не могу сказать, что я кормлю, 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 что я кормлю. Если сознания у людей нет, то не увеличивая ограничения, все равно работать не будет. Единого мнения нет у политиков. Стыд и срам, но ЕС не выработал общую политику в отношении пандемии. Скажем, Германия планирует из-за новых штаммов ужесточить локдаун и закрыть границу с Австрией и Чехией. Эстония, хотя у нас положение хуже, не ввела даже обязательного ношения масок. Как говорит профессор прикладной вирусологии Тартусского университета Андрес Мерец, чрезвычайного положения нам явно не избежать. Цитирую, с большой вероятностью через несколько недель, если по какой-то причине упадете в больницу, вас просто не примут, мест не будет. На все это накладывается хаос с вакцинами. Pfizer, к счастью, запустил завод в Марбурге, где планирует производить 750 миллионов доз в год. В Эстонию между тем привезли вакцину AstraZeneca, но с ней ничего не ясно. ВОЗ советует ее всем возрастам, а в Германии запретили колоть людям старше 65-ти. И наш доктор Попов поддерживает немцев. С российской вакциной вообще мистика. Ее разработчики вроде как подали заявку в Европейское агентство по лекарственным препаратам, агентство это отрицает. Судя по твиту, заявку и правду подали 29 января, но в другую организацию, которая вакцинами не занимается. Политика это или раздолбайство, не знаю, но кто-то явно теряет драгоценное время. А больше всего задерживаем себя мы сами, когда не носим маски и не соблюдаем хотя бы социальную дистанцию. Я против репрессивных мер, но кажется, если ничего не делать, дальше будет хуже. Одни страны это поняли, а другие пока нет. Не болейте. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин